Новые разработки и неплатежи за полярным годовикам. Игорь Кошин встретился с зампредан правления компании «Газпром» Валерием Голубевым. Какие решения приняты? Возведение значимых для округа объектов без проведения торгов. Соответствующий закон во втором чтении приняли окружные законодатели. Лоббирование интересов бизнес-сообщества и всесторонняя помощь. Уполномоченные по защите прав предпринимателей Нинецкого округа и региональный союз оленеводов подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Губернатор Нинецкого округа Игорь Кошин встретился с зампредом правления компании «Газпром» Валерием Голубевым. Во встрече также приняли участие начальник департамента по работе с органами власти Владимир Марков. Стороны обсудили сотрудничество в области внедрения новых разработок, снабжающих энергоресурсами малочисленные поселения, а также неплатежи за полярным газовиком. Современные технологии позволяют перерабатывать дополнительные объемы газа в жидкое топливо. Это особенно актуально для таких удаленных малочисленных регионов, как Нинецкий округ. Переработанное топливо можно использовать в работе котельных и электростанций. «Газпром» выразил готовность подключить к работе собственный научный институт, чтобы перевести исследования в практическую плоскость на территории округа. Еще один вопрос, который обсуждался в ходе встречи Валерия Голубева и Игоря Кошина за должность промышленных потребителей округа перед дочерней компанией «Печора Газнефтьпром». Сумма составляет около 140 миллионов рублей. Главные должники – Наринмар «Окргаз» и Наринмарское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей. Заместитель председателя правления «Газпрома» попросил главу региона взять ситуацию под личный контроль и вместе с руководством предприятий найти решение. Юридические лица смогут получить земельные участки, находящиеся в собственности округа или муниципальных образований, либо участки государственная собственность, на которые не разграничена в аренду на выгодных условиях без проведения торгов. Соответствующий закон во втором чтении приняли окруженные законодатели. С принятием новой редакции закона будет обеспечена оперативность предоставления земли в аренду для возведения значимых для округа объектов. На арендованных по новой схеме участках подрядчики смогут строить за счет внебюджетных источников объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, имеющие особую значимость для региона, в том числе для сельских муниципальных образований. Для реализации инвестиционных проектов, если в результате реализации такого проекта будет увеличено количество рабочих мест, и для поселений такое количество мы выбрали, не менее 5 рабочих мест, а для города не менее 15 рабочих мест. Либо если в результате реализации инвестиционного проекта будут построены многоквартирные жилые дома или индивидуальные жилые дома, которые впоследствии будут распределены гражданам для предоставления в случае, если не потеряли жилье, в случаях ликвидации чрезвычайной ситуации и так далее. Кроме этого, такое право губернатору предоставлено для строительства объектов связи. Таким образом, бизнес-сообщество сможет участвовать в реализации масштабных инвестиционных проектов на территории округа. Нинецкий округ открыт для инвестиций в строительные отрасли. Мы совместно с депутатами активно работаем над созданием благоприятной среды в этом направлении. Важнейшим условием для инвесторов при предоставлении в аренду земли является необходимость в соответствии с социальным ориентиром округа, которые определяются стратегией развития региона, рекомментировал принятие нового закона губернатор Игорь Кошин. Решение о предоставлении в аренду земельных участков будет приниматься коллегиально органами власти региона. Лоббирование интересов бизнес-сообщества и всесторонняя помощь. Уполномоченные по защите прав предпринимателей Нинецкого округа и региональный союз оленеводов подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Подписание данного соглашения упорядочит взаимоотношения и сотрудничество в сфере защиты экономических интересов участников этого союза. Действительно, это же исконный, традиционный образ жизни. И вот эта форма хозяйствования оленеводческая, она пришла к нам из веков. И наша общая задача постараться встроить вот этот вековой уклад базовой отрасли малочисленных народов севера в те экономические реалии, которые сегодня существуют. Да, это сложно, да, это порой трудно, но тем не менее, как сказал Владислав Александрович, действительно, экономика и отрасли хозяйствования – это все-таки база всего остального. Поэтому будем двигаться в этом направлении. Союз существует почти 6 лет и объединяет 14 оленеводческих хозяйств. За этот срок удалось реализовать ряд серьезных проектов. Так, Союз активно занимается продвижением разного рода инициатив, направленных на адаптацию традиционных отраслей хозяйствования в сегодняшние реалии экономики. Защищает интересы оленеводческих хозяйств. Мы на основании этого соглашения понимаем, что всегда можем обратиться за консультациями по всем вопросам, которые касаются предпринимательства и вообще производства на территории Нейско-Округа. За те годы, которые Валерий Юрьевич отметил, что мы с Адрубовичем, сложились очень добрые доверительные отношения. И этим соглашением мы как бы закрепим этот момент уже на бумаге. Это уже не первое соглашение, которое подписывается с отраслевыми бизнес-объединениями. Подобное соглашение было подписано с Ненецким мокропотребсоюзом в планах подписания с Ненецким рыбак-колхозсоюзом. Вопросы, касаемые организации предстоящих выборов и изменений в федеральный закон о выборах, журналистам местных СМИ рассказал председатель избирательной комиссии Ненецкого округа Георгий Попов. Он провел брифинг, в ходе которого ответил на интересующие вопросы журналистов. Особым образом в федеральном законе уточняются положения, касающиеся участия представителей средств массовой информации в освещении выборов и референдумов. Теперь журналистам необходимо пройти процедуру аккредитации в порядке, установленном Центральной избирательной комиссии России. Заявки на аккредитацию редакциями средств массовой информации должны быть поданы не позднее, чем за три дня до голосования. Еще одно изменение касается агитационной программы кандидатов. Сейчас кандидаты обязаны, подчеркиваю, лично участвовать в совместных мероприятиях. Ну, как правило, это дебаты. Из всей массы заявленных кандидатов приходили буквально считанные единицы на мероприятия совместные. То на сегодняшний день закон обязывает кандидатов участвовать лично в таких вот совместных мероприятиях на средствах массовой информации. Если кандидат или представитель партии на дебаты не явится, его время переходит к конкурентам. При этом президентских выборов законопроект не касается. По словам зампреда Думского комитета по конституционному законодательству, Дмитрий Вяткин, проект подготовлен для того, чтобы граждане увидели, кто есть кто, кто с какой программой идет на выборы и могли сделать свой выбор, непосредственно глядя на участников избирательной кампании. Поинтересовались представители средств массовой информации и об организациях досрочного голосования. Среди оленеводов и работников нефтегазовой отрасли на месторождениях, расположенных в труднодоступных местах округа. На сегодняшний день, по нашим данным, те заявки, та информация, которая поступила в адрес нашей комиссии, количество избирателей, планируемых к охвату досрочным голосованием на территории округа, уже составило более 5000 избирателей. Для сравнения могу сказать, что в 2011 году на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва количество избирателей, охваченных досрочным голосованием, составило 2897 избирателей. Несмотря на высокую стоимость авиаполетов, избирательная комиссия постарается составить график полетов так, чтобы максимально задействовать все возможные виды транспорта, чтобы на предстоящих выборах проголосовало как можно больше избирателей, которые в единый день голосования не смогут прибыть на свои избирательные участки. Непосредственно само досрочное голосование начнется за 20 дней до единого дня голосования. И в первую очередь бюллетени отправятся к избирателям на нефтепромыслах. Для голосования оленеводов окружной избирком совместно с главами поселений будут использовать варианты доставки участковых избирательных комиссий к оленеводам, в том числе и с помощью наземного транспорта, треколы, вездеходы и автомобили. Напомню, выборы в этом году состоятся 18 сентября. Жители округа будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва, а также участвовать в местных выборах. Жилищная проблема и соблюдение прав детей. Уполномоченные по защите прав ребенка и уполномоченные по правам человека выступили с ежегодными докладами. 207 обращений нарушения прав детей. В 19 случаях права детей были нарушены родителями или другими законными представителями. Они снова пройдут в бессмертном полку. В Наринмаре готовятся к проведению всероссийской акции. Уполномоченные по защите прав ребенка и уполномоченные по правам человека в Ненецком округе выступили с ежегодными докладами. Они рассказали о своей деятельности в 2015 году. И, приводя статистику и тематику обращений граждан, Александр Белугин отметил, что больше всего граждан волнует жилищная проблема, а в сфере защиты прав детей самыми острыми проблемами, по словам Риммы Галушиной, остаются вопросы соблюдения прав детей на социальное обеспечение и в сфере образования. В 2015 году в адрес уполномоченного по правам человека в Неницком округе поступило 126 обращений. Из них четыре коллективных. В общем количестве преобладали обращения из Наринмара и поселка Искателя, а также Великовисочного, Тельвиски, Нельминоса, Оксина, Красного, Харивера и Амдормы. По словам Александра Белугина, заявители обращались с вопросами, которые касаются деятельности органов госвласти, местного самоуправления, социального и пенсионного обеспечения, трудового и жилищного законодательства. Жилищная проблема была одной из основных. По этой теме в адрес уполномоченного поступило 39 обращений. В частности, они касались жилищного права и вопросов жилищно-коммунального обслуживания населения. Наиболее ощутимые проблемы – это нехватка комфортного и доступного жилья, большой износ жилищного фонда, особенно на селе, отсутствие готовых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Многие жители региона хотели бы улучшить свои жилищные условия, но далеко не у всех для этого есть возможности. Большинство граждан ищут пути решения жилищной проблемы через ипотечное кредитование. Но в то же время для многих семей получение ипотечного кредита – это труднодостижимая цель. Кроме того, в число вопросов, которые находятся на контроле омбудсмена, входят и вопросы, касающиеся жизни коренных малочисленных народов Севера, людей с ограниченными возможностями, вопросы занятости на селе. По словам Александра Белугина, решение проблем, с которыми граждане обращаются к уполномоченному, возможно, при условии привлечения внимания всех ветвей власти, должностных лиц и руководителей организаций к вопросам соблюдения прав и свобод человека на территории региона. В своем докладе Александр Белугин также дал рекомендации по совершенствованию механизмов защиты прав и свобод граждан в Неницком округе. Свой доклад на сессии собрания депутатов представила и уполномоченный по правам ребенка в НАО Римма Галушина. В адрес детского омбудсмена в прошлом году поступило 207 обращений. Нарушение прав детей было установлено в 95% случаев. В 19 случаях права детей были нарушены родителями или другими законными представителями. В отношении должностных лиц поступило 14 обращений. Лидерами по количеству обращений остаются вопросы соблюдения прав детей в сфере образования и на социальное обеспечение. Среди основных причин – семейное неблагополучие, низкий уровень правовой грамотности, в отдельных случаях – неисполнение органами государственной власти и местного самоуправления полномочий, касающихся прав и законных интересов несовершеннолетних. По словам Риммы Галушиной, по-прежнему остается актуальной проблема инклюзивного образования. Проблем по этому вопросу много, предстоит большая работа по их решению. Кроме того, к детскому омбудсмену обращаются с заявлениями о нарушениях в части организации летнего детского отдыха на территории НАО, недлежащего лечения. Также актуальными в регионе остаются проблемы социального сиротства, проблемы многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Владислав Носкин, телеканал «Север». Они снова пройдут в бессмертном полку. В Нарьинмаре готовятся к проведению всероссийской акции. Ежедневно количество людей, желающих принять участие в шествии бессмертного полка, стремительно растет. Единственное условие для присоединения к акции – помнить и гордиться своими героями и их великой победой. Для Татьяны Яковлевны эти фотографии – особая ценность, ведь на них запечатлены представители сразу двух родовых общин. Самая удивительная история о братьях деда Евлампия Александровича, которые встретились накануне победы в Германии. Это Федор, Давид и Иван. И самый покоряющий факт – то, что все братья вернулись с фронта живыми. Да, конечно, ранены, как вот мой дед был его, вынуждены были комиссовать в конце, в декабре 1943 года. Ну, а остальные уже братья практически все до конца войны смогли остаться в действующей армии. С особым трепетом, держа в руках фотографию своего отца, Татьяна Николаевна рассказывает, как ее отец Яков Ушаков, будучи совсем еще пацаном, приближал победу. Уже в 1942 году, в январе месяце, оказался в Челябинске на заводе авиационном, завод номер 34, и где проработал вплоть до 1948 года слесарем-фрезеровщиком. Кстати, за эту работу он был достоин медали за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Ну, а позже, когда уже оказался на январе и работал авиатехником здесь всю жизнь, даже в свое время получил в 1975 году Орден трудовой славы третьей степени. Поэтому, ну, как говорится, после войны жизнь продолжалась. Жизнь продолжается и сейчас. 9 мая Татьяна Николаевна со всеми родственниками вновь встанет в ряды бессмертного полка. Эта акция проходит на январе с 2013 года. В первом параде приняли участие более 300 человек. В следующем году количество участников возросло до 850. В 2015 году к акции присоединились поселки Красное и Куя. Во всероссийской акции помимо города участвовали 13 муниципальных образований. На главной площади окружной столицы собрались более 1400 участников и еще столько же в селах. В общей сложности в прошлом году участниками акции стали более 2500 человек. То есть каждый восьмой человек с огромным желанием встал в ряды бессмертного полка. Это просто дань памяти нашим предкам, нашим дедушкам, прадедушкам, тех, кто воевали. И это еще один способ нашему подрастающему поколению рассказать вот о той войне и о тех войнах, о их предках. Потому что это все уже забывается, живые ветераны, к сожалению, уже уходят от нас, все меньше и меньше участников войны. И вот эта акция как один из способов сохранить вот такую память. Участниками акции может стать любой желающий. Достаточно принести фотографию в молодежный центр для распечатки портрета и написать заявление. Если у вас есть готовый портрет или медаль, или другая памятная реликвия, вы также сможете принять участие в этой акции и почтить память своих предков. Бессмертный полк – это очень масштабная акция. Они информируют, что она будет проходить 9 мая. Каждый гражданин, который хочет почтить своего фронтовика, он знает об этой акции. С каждым годом воспоминания о той войне уходят в историю. Все меньше в праздничной колонне и на трибунах остается ветеранов. Участие в акции – это призыв ко всем, кто чтит память о войнах. Хочет записать своих ушедших солдат в бессмертный полк. Главная цель акции – сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. О каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Подготовку к празднованию Дня Победы начала и наша телерадиокомпания. Уже с 18 апреля мы запускаем сразу несколько проектов, посвященных героям Великой Отечественной войны. На радио Наринмар-ФМ в понедельник стартует акция «Спасибо». В ее рамках любой желающий сможет поблагодарить тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, ковал победу в тылу. Сказать спасибо ветеранам и труженикам тыла можно, позвонив на автоответчик радио Наринмар-ФМ по номеру 45641, либо прийти непосредственно на радиостанцию и записать слова благодарности в студии. Также с 18 апреля стартует проект «Песни Победы». Он посвящен военным песням, их авторам, исполнителям и композиторам. Ко Дню Победы готовятся и телевизионщики. Сейчас проходят съемки документального фильма, посвященного работе потребкооперации Ненецкого округа в годы войны. И начинаются съемки проекта «Бессмертный северный полк», в рамках которого мы расскажем вам о героях-северянах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Змейка, ворота, колея и многое другое. В Наринмаре стартовал региональный этап конкурса «Безопасное колесо». Команда «Победитель» в июне отправится во Владивосток для представления Ненецкого округа. Знать, как вести себя на дороге и избежать ДТП – об этом узнают школьники на ежегодном всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Он стартовал на базе пятой школы и объединил 11 команд из учащихся окружных школ. В первый день конкурса ребятам предстоит освоить правила дорожного движения и научиться оказывать первую помощь. Практическая часть включает демонстрацию навыков правильной езды на велосипеде. Участники покажут фигурное вождение, змейку, ворота, колею, въезд в квадрат, перенос предмета, восьмерку, зауженную дорожку и стоп-линию. Теперь надеемся на «Безопасное колесо» на «Победу». Потому что мы и на велосипеде фигурное катание хорошо тренировались, давно тренируемся, и хорошо знаем медицину и ПД. Да, я второй год хожу, а все первые. На второй день конкурса «Навыки вождения и теоретические знания школьников» оценят сотрудники ГИБДД. Организаторы отмечают, с каждым годом участников становится больше. Так, в этом году приехали ребята из села Великовисочное. Команда победителей регионального этапа конкурса в июне отправится во Владивосток для представления Ненецкого округа на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес страну www.trk.sever.ru Далее информация от синоптиков. Редактор субтитров А.Семкин